Сегодня будет видео, как я пошла на коррекцию татуажа бровей и прям в салоне по-свежему мне пришлось стирать свой татуаж. В общем говоря, про всю эту историю, про весь этот трэш будет в сегодняшнем видео. Для общего понимания дела я хочу рассказать историю своих бровей. В 16 лет я их перещипала и щипала я их лет до 20 и они больше не росли совсем, что только не втирала, что только не мазала. В общем говоря, они не росли, сейчас увидели макияж, который я обычно делала и вот так выглядели мои брови спустя 8 или даже 9 лет отращивания. Их просто нету, концы я сознательно выбривала, но вот эта основная часть, она вообще не росла и у меня даже нет дома пинцета. Поэтому все вот эти советы, которые пишут в интернете, что просто выгляните пинцет и ваши брови заколосятся, к сожалению, они не работали. И мне регулярно приходилось красть их карандашом, тенями и прочими какими-то средствами. Потом в Киеве, думаю, вы все видели мою историю с неудачным татуажем и в итоге мне его приходилось постоянно закрашивать. И я просто, наверное, испробовала абсолютно все просто оттенки и карандаши для блондинок. И примерно вот такую вот форму я рисовала. И в общем в Киеве я удалила почти полностью свой татуаж. И еще одну процедуру удаления татуажа я делала в Варшаве. Это фотографии старые из Киева. Но вот такая вот кожа, то есть почти старого перманента не осталось. Легкая такая вот сероватая дымка где-то есть, но я знаю, что это прекрасно перекрывается. И вот такие брови я хотела. Это брови, это моя мечта. И очень мало мастеров вообще умеют делать такие брови. Это картинки из интернета. И вот я только еду с первой процедуры. То есть вот так выглядели мои брови после первого напыления. То есть в целом я себя тут очень уверенно, очень красиво, очень классно и крутое чувствую. И вот так это все зажило. Зажило очень хорошо снизу. И вот эту дымку, которую делали сверху, она вообще-вообще почти не зажила. То есть сверху как бы бровей и не было. Вот, но смотрелось все намного лучше. И, конечно, жизнь моя сильно упростилась, потому что мне не нужно было красить. И вот такое вот пудровое напыление мы сделали во второй раз. Форму мы утвердили очень быстро, потому что рисовали, потому что имеется. И, в общем, я подхожу к зеркалу в салоне и вижу, что брови существенно отличаются. Девочки, сделала такая штука, реакция. Мне не очень нравится, что вот эта вот часть, знаете, ну тут она переносится, мне заходят брови. Ну так не должно быть, мне кажется, они должны начинаться где-то. В той части, где как бы глаз заканчивается, то есть вот так. А тут, кстати, ну этот мастер решит всем так брови, что ты не усилила, когда мне форму рисовать. Короче, что-то я не знаю. Сходила в туалет, что-то я расстроена. Не знаю, вообще настроения нет. Все, беру свою сумочку, и идем до майки. Короче, девочки, только вышла от мастера. В общем, я же пришла на коррекцию, но она мне нарисовала форму вообще, потому что было немножко шире вот в этой части. Я такая согласилась. А потом, потом, я уже смотрю, ну вот как бы чувство, знаете, она мне бьет, как бы уже почти на переносице брови. Ну, я такая думала, ладно, может там пудра какая-то, еще какой-то прикол и так далее. Блин, ну получается, что они типа на переносице усмыкаются, видите? То есть, как по мне, слишком близко к переносице. Не знаю, я уже потерла салфеткой в туалете, их мокрой, мокрой, предварительно на мочи, в теплой водой. Вот, надеюсь, что она немножко сойдет, пигмент. Вот, ну и в целом, вот эта дымка, она не очень хорошо приживается, поэтому у меня есть как бы надежда. А вот так, в целом, бровки вроде неплохие. Короче, девочки, я уже приехала домой, вообще поехала домой. Ну, хотела поехать в торговый центр, я сильно расстроена, я решила, что я никуда не поеду. Мне сильно не нравятся вот эти вот штуки, которые на нос выходят. Я уже ходила в ванную и пыталась это все тереть. Но вы мне можете сейчас сказать, Жанна, ты типа сильно придираешься, не так сильно заметно. Но в реальности, я когда смотрю, ну, блин, их не было, я не знаю, как я это проморгала, вот. Когда она мне рисовала второй раз форму, потому что она мне снизу вот тут вот не прорисовала эту форму, она сказала, что как бы снизу оставляем все как есть, только сверху мы немножко нарисовали, чтобы расширить. Сверху мне все нравится. Мне вот это, типа, не нравится, что, видите, она на переносе. А так, в целом, ну, неплохо. Неплохие брови. Ой, девочки, я уже взяла, короче, в Польше, большая проблема с тем, чтобы купить перекись водорода, поэтому я взяла вот такую вот вещь, это хлоргексидин. С хлоргексидином здесь тоже большая проблема, но у нас он как бы есть, мы в Испании купили. И я пытаюсь это все, типа, вот эту часть бровей, видите, оттереть, пока оно еще свежее. Вот так вот я делаю, то есть я просто прикладываю. Вот посмотрите, насколько лучше вот так бровь выглядит, когда я просто-просто прикладываю и убираю ее. Мне, короче, не сильно нравится, что оно так сильно на переносицу выходит. Ну, немножко пигмент, видите, уходит. Ну, в общем, говоря, мне все как седа, девочки. Все как седа, я проморгала, как-то она мне такую форму красивую нарисовала сверху. Я как-то забыла и сказать, а она, ну, типа, этот мастер, у нее все такие брови, что почти на переносицу выходят. Единственное, на что я рассчитываю, что оно не сильно, что оно просто не сильно возьмется, вот и все. Короче, девочки, я уже переоделась в домашнюю одежду. Не знаю, за пару раз так и есть, вы мне, конечно, это скажите, но, но, блин, мне кажется, что они в этот раз сильно вот тут вот, ну, как бы у меня маленький носик, и мне кажется, что вот сюда оно сильно выходит. Не знаю, сейчас я вот на себя вот так вот в камеру смотрю, и мне кажется, что вот тут, ну, прям очень много лишнего. В общем, сейчас я спрошу, что думает Наташа, как всегда, реакции на мои брови. Кот, а не прячься, пожалуйста, от подписчиков. Котому. За меня снимаешь? Я себя снимаю, я себя фиксирую. Ну, короче, скажи, что ты думаешь насчет бровок моих. Они такие же, как были, пожалуйста. А тебе не кажется, что они немножко шире? Сейчас кажется, что я тебя, этот, со своими... Будьте процедурами, доканываю, тебе надо держаться. Слушай, как были в прошлый раз абсолютно. В абонуре уже сойдет все. Или как-то ты лукавишь? Я не лукавлю совершенно. С чего бы это мне лукавить? Ну, ты рада, что я сделала татуаж? Да, очень. Ну, правда, скажи, что ты думаешь про татуаж? Это можественно. Можественно? Да. Потому что ты заметила, что мы меньше теперь тратим времени на макияж? Мы, да, меньше. Мы меньше, да. Ну, особенно я мало теперь трачу времени. А для этого много, да? Ну, да. Красила меня? Отбилик наш. В общем, ну, девочки, на самом деле с татуажем моя жизнь вернулась на какой-то новый уровень. Ну, у меня брови, сколько я их отращиваю, отращиваю брови. Я уже, честно говоря, наверное, сколько лет я на ютубе? Лет шесть, там, или семь. Вот столько эти брови, господи, я отращиваю. Но у меня никак, короче, сами не отрастают. То есть, я ждала-ждала. Ну, чё уже, короче, за семь лет ни одной волосинки не выросло. Ты чё уже ждать? Надо уже набивать татуаж. Вот. И я, в принципе, вот так вот, ну, это очень похоже на то, что я себе обычно рисовала. Но сейчас, не знаю, меня что-то, короче, смущает. Я не могу понять, что если после первой процедуры я была полностью довольна, то сейчас я не могу понять, что меня смущает. Не знаю, надо, короче, я читаю, надо. Ну, чего ты, кот? Ты что, уже плачешь? Но мы не будем удалять бровки, не переживай. Я считаю, что в целом правильно сделаю, что я сделала брови, потому что мне уже так надо лакрасти. Вот. Но надо всё, конечно, на ресничке сделать, стрелки, этот тональник. Но нет, не татуаж, боже мой, я больше не хочу никакой татуаж. Я, кстати, не очень хорошо в целом, потому что там татуаж губ или сделать татуаж стрелок. В целом, стрелки можно рисовать, и как бы из макияжа тоже хочется побыть. Вот. Но вот такая вот ситуация, девочки. Не знаю, напишите мне. Я придираюсь или реально они сильно близко вот тут вот поставлены? Стали. Не хочется, чтобы у меня, знаете, глаза как бы были на близком расстоянии. Ну серьёзно, ну кот, ну чё ты смеёшься? Нет, ты смеёшь просто потому что, ну, очень красиво. Аж с ними всё взялся. Ну, щас скажешь? Девочки, напишите, что вы думаете насчёт смеха. А что? Ну блин, они такие же, как в прошлый раз абсолютно. Ну или другие немножко стали. Ну прям очень широкие, честно говоря, я не ожидала. Как показать, кто тут встал? Я тебя заложникой держу, да? Кота, ну, реально важная тема на ютубе. Ты смеёшься, не смешно. Мои предыдущие видео на 700 тысяч просмотров зашло про неудачный татуаж. Осторожно, мы её робят, сейчас люди в полицию вызовут. Пусть спасут. Пусть спасут тебя от чего? Я сучу, нет. Блин, они такие же, как в прошлый раз. Всё точно так же. Они потом станут уже, влёкли. Всё, будем? Да. Ну я надеюсь. Не знаю, мне кажется, что... Что-то не так. Ну, короче, завтра я накрашусь и посмотрим, как это всё с макияжем выглядит. Нет, всё хорошо. Вот, и примем решение, девочки, что будем делать с бровями, оставлять так или нет. Но я думаю, что оставим, мне нравится. Но вот хотелось бы, вот не знаю, что мне хотелось бы. Я такой клиент, знаете, честно говоря, прихожу словом красоты, и сама не знаю всегда, что хочу. Единственное, что я хотела, чтобы они были, ну, типа, без изгиба. Потому что если по моей форме, она мне когда нарисовала, она реально дугал, получила. Так уже никто не рисует брови. Вот, поэтому... Ну, так красиво, такие инстаграммные бровки. Надеюсь, что заживут реально будет хорошо выглядеть, и они меня не будут сильно беспокоить. Вот. Ну, у нас всё уже станет. Вот. Ну, я, конечно, изрядно, сейчас вам покажу, что я делала. В общем, сегодня, ну, поскольку это коррекция, и тут всего лишь два слоя, я сегодня изрядно так в ванной, где-то раза три я уже проходила с вот этой вот переписью, которая у меня есть. Вот, по бровям, потому что, ну, в прошлый раз они реально не были такими близко посажены. Ну, вот это перик еще. Маленький калькексидин? Маленький калькексидин? Ну да, я немножко взяла, что нельзя. Угу. А, тут, короче, белье на стирку лежит. Ха. Можно? Можно татуировкой таким пробовать? Татуировки? Ну да, это же татуировка. Почему? Она, типа, не заживет? Да. Ну, я вот тут только промывала. Татуировку надо увлажнять, который калькексидин сушит. Мне вот тут надо было... Ну, я тебе объясняю, калькексидин сушит. Да, кстати, у меня вот тут, кстати, больше всего болит. Видишь, оно красненько? Потому что он сушит. А татуировку надо увлажнять. Ну, у меня есть, чем увлажнить татуировку. Иначе они засушила? Я засушила для того, чтобы вначале... У меня вот это начало не прижилось. Мне не нравится, что оно такое какое-то графичное сильно. но я просто мне прошлый раз когда у меня был неудачный тоже девочки на тут писали перекисью или вы чем-то таким мокреньким водичкой постоянно короче использовать чтобы но сошло немножко я не хочу от всех учет части избавиться то есть от вот этой вот чтобы она помягче стало и так сильно не прижилось я знаю что в целом вот эта дымка пудра она не приживается обычно то есть она еле-еле вид нам будет но я прям вот эта часть на этом мы тут видно даст намеренно как бы стирала дома да на нас перекисью нету но он для всех целей короче девочка сейчас буду мазать вот это вот такой вот смесью мне мастер просто раз выдавала просто все оставшуюся татуировку увлажнять в первый день вот а вот эту часть будем стирать ты думаешь что у меня брови отвалится так я же не все я столько в начале стираю ну не знаю что можно брови каким-то ситуативным лучшением то лучше выбрать ситуативное лучшение как ты говоришь не ну так неплохо просто я без макияжа конечно кажется волос волос не вырастет на бровях как бы я с этим моментом смирилась уже чего только не втирала и масло 8 или пейме и так далее но бывает пересадка бровей на это три четыре тысячи долларов в турцию ехать на все равно но может две тысячи долларов но полет еще в турцию и так далее а я буду брови пересаживать но нет это за дужу будет не хватало еще не я вышла кстати ничего не хочу с собой делать девочки может только в этот это кстати а те тем кто постоянно говорит что типа жанна там не может угомониться постоянно что со своими бровями делаешь вами оставься внешне спокойно девочки я просто снимаю все свои походы в салоны красоты поэтому вас как бы складывается такое впечатление что постоянно с собой что делаю на самом деле список их каких-то вещей которые я делаю там слоне красоты а он достаточно маленький такой как у обычной девушки в общем лучше там что у меня сделано шкулы дайте много сделано всего я почти уже все переделалась все что хотела вот но тем не менее как бы ну мне было дискомфортно сейчас я себя чувствую абсолютно счастливым человеком вот у меня нет никаких мыслей чтобы мне еще сделать на может быть к новому году губы увеличивается и все но это нормально все губы уже не считается как переделка это вообще в порядке вещей к почему ну малыш это мелочи вместо закупки продуктов сделаем без татуировки можно жить а без губ тяжелее на тебя есть татуировка точно есть ну вот так девочка так живем понимаете каждый день что-то обсуждаем что мы будем делать я татуировку да наташа татуировку я губы ну давай на песенки увеличение опыта весе несравнимая по цене саверсин мы так можем сделать или два даже а на каких частях тела все нет мало что много ну короче девочки вот такие вот дела у нас да у нас и друг другом да что он хочет себя чтобы проколоть и уколоть я тоже а вот еще мы кстати сейчас сидим на низкокалорийном питании вот на тысячи 100 калорий едим вдвоем в общем же третий день сидим короче это после испании приехали мы в отпуске были короче решили что пора к лету худеть в общем поэтому нашего на место десерта видите этот барушку купили я забыла голубика да